друзья привет это шестой выпуск мой публичный портфель на канале вселенная beautiful world меня зовут евгений но что поехали итак сегодня 11 марта 2021 года и мой портфель пока еще минусует не минусует он более чем на полтора процента в просадках все те же бумаги которые были раньше это fastly mail.ru очень сильно упал компания мерк также в минусе но сегодня по мерк будет закрытие реестры мы ждем выплаты дивидендов и держим ее пока она не подрастет до 90 долларов за одну бумагу файзер за эту неделю сократил падение вышел практически в ноль держим и ждем рост до 42 43 долларов за одну бумагу полиметалл тоже подымается потихоньку вверх но все равно не при ней преодолел еще отметку тысячу пятьсот пятьдесят и ходит в небольшом боковике нлмк rus agro пока также показывают положительную динамику но довольно слабый рост из фондов фонда пока еще все в минусе как финны золото тинькофф золото и точно также тинькофф индекс и пио тоже минусует моем портфеле появилась еще одна новая акция эта компания мтс покупал я ее в районе 314 рублей за одну акцию покупал минимальным одним лотом посмотреть куда она пойдет пока плюсуют плюсует меньше одного процента компания кстати платит всегда хорошие дивиденды и поэтому если вы рассматриваете компанию мтс в долгосрок то это очень хорошая инвестиция так как дивиденды раз квартал будут стабильно вам приходить вчера поступили мне небольшие дивиденды всего 3 13 центов но лучше хоть что-то чем вообще ничего 8 марта я позакрывал несколько своих позиций про продала иденти потому что он болтается вообще не пойми как только зря лежит на счете рост у него хоть и есть сейчас но все же в одном и том же диапазоне он ходит уже очень давно в боковике у меня было всего одна акция и держать ее было но абсолютно бессмысленно также я продал банк банков нью-йорк продал его по 46 долларов за одну акцию сейчас он стоит но чуть чуть больше 46 долларов 13 центов я думаю у него все таки будет снижение где мы его опять попробуем закупить на более привлекательных ценах также я закрыл позицию по газовой компании продал ее на отметке 7 долларов 60 центов сейчас она стоит где-то около 8 долларов за одну акцию немножко поспешил но ничего страшного а самая сильная поспешил наверное с компанией тот нефть которую я закрывал на прошлой неделе я неоднократно уже говорил что я вижу ее по 600 рублей почему-то я думал все-таки что мы еще расходим к 500 поднимемся в район 550 и сходим уже после этого в район 600 но нет такого не произошло я зафиксировался на пятьсот сорок пять а бумага продолжила ход без меня уже и достигла все все таки отметки 600 рублей за акцию но я думаю это ненадолго больше из такого ничего интересного не происходило но произошло еще одно событие мы решили открыть для нашей дочери которые в марте исполнилось 8 месяцев ее собственно инвестиционный фонд открывали моего также в тинькофф и инвестициях и снова мы попали на акцию учись за подарки то есть мы открыли зарегистрировали новый счет и сейчас опять проходим обучение за которую мы получаем акции на данный момент мы пополнили его на 5000 рублей для того чтобы продать подарочные акции нужно купить активов на 15 тысяч рублей в данный момент у нас только 5 так как инвестиционный портфель для дочери которые еще очень очень мало лет ей даже нету года то он подразумевается что он будет долгосрочный и в этот портфель мы будем набирать те активы которые будут платить хорошие дивиденды в данный момент мы в портфель дочери добавили только одну компанию эта компания нлмк купили мы два лота в одном лоте по 10 акций цена одной акции 207 рублей за акцию компания всегда платят дивиденды компания перспективная поэтому мы изначально добавили ее также для детского портфеля мы рассмотрим такие компании как северсталь фос агро и подумаем еще над тем что можно добавить в детский портфель не только российских компаний но и также из американского рынка и так что же из бумаг нам подарил тинькофф и инвестиции а подарками нам были такие акции как ростелеком русал афк система рус гидро московская биржа камаз и лента мы всего сейчас на данный момент прошли обучение из четырех уроков впереди еще шесть и мы ждем от тинькова хороших подарков так как портфель будет для нашей дочери но если поговорить серьезно об инвестициях детей то я отношусь к этому немножко скептически давайте вспомним советский союз конец восьмидесятых развал кто наверное мой ровесник помню что бабушки дедушки всегда откладывали на сберегательные книжки для своих внуков детей деньги в расчете на то что когда они вырастут начнут учиться работать у них уже будет изначально какой-то капитал но все мы прекрасно помним что произошло развал советского союза default и все те накопления которые были собраны бабушками дедушками мамами и папами они все превратились просто воздух их не стало и на данный момент допустим собирая детский портфель нужно понимать что этот портфель должен состоять из разных отраслей из компании которые находясь находятся в разных странах из валют разных это рубль доллар и евро можно даже китайский юань то есть смотрите на то что не привязывайте детский портфель к одному допустим к одной стране допустим к россии не вкладываетесь в одни российские имитенты диверсифицируйте портфель добавляйте иностранные компании вкладывайте в иностранные активы покупайте валюту доллар евро английский фунт то есть для того чтобы не складывать все яйца в одну корзину нужно диверсифицировать и для будущего своего ребенка вы создадите хороший капитал который ему обязательно пригодится когда он повзрослеет закончит школу поступит учиться и у него уже будет что-то свое он сможет купить себе и квартиру и машину и вообще начать даже свой бизнес свой проект поэтому о благосостоянии своего ребенка нужно подумать наверное действительно с пеленок именно с пеленок начать и инвестировать начать создавать портфель для того чтобы в будущем он наверное сказал спасибо то мама папа за то что вы помогли мне в жизни потому что я все-таки считаю что помощь она должна быть то есть родители выпуская своего ребенка во взрослую жизнь должны ему дать какой-то первоначальный капитал и так какие же акции стоит добавлять в детский инвестиционный портфель в первую очередь это дивидендные акции так как это не будет такой спекулятивный портфель это будет только инвестиционные то есть чем дольше акции лежат у вас в портфеле тем больше они принесут прибыли по тем же самым дивидендам и после трех лет владения акциями вы не будете платить налог с дохода на что же пополнять детский инвестиционный счет в любом случае на день рождения ребенка будут дарить подарки это могут быть и деньги которые вы можете перевести на счет ребенка также каждый месяц допустим с зарплаты небольшую часть денег вы можете откладывать именно на инвестиционный портфель ребенка и за то время пока ваш малыш растет подрастает учиться его портфель будет увеличиваться не забывайте про сложный процент когда и приходят дивиденды и вы же опять эти дивиденды вкладываете в новые компании друзья на этом все спасибо что досмотрели видео до конца внизу описание и ссылка на открытие брокерского счета оставляйте комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал кто еще не подписался впереди много интересного а я вам говорю до новых встреч на проекте география инвестиций всем пока